Мы находимся в Тульской области. АПК Агромир, который занимается в том числе среди других культур и производством картофеля. Сорт Королева Анна. Посадка данного поля была произведена 2 мая и, как мы видим, картофель находится в фазе цветения. Начало сезона было очень непростым во многих регионах, в том числе и в Тульской области. Майская холодная погода с обильными дождями, затоплениями, многочисленными вымочками крайне негативно сказывалась на росте и развитии этой весьма нежной культуры. Во многих полях сейчас проблемы такие, что и схожесть плохая, и развитие болезней очень сильно идет на фоне ослабленных растений. На данном поле мы видим, что данных проблем удалось максимально избежать, нивелировать вот это все. И картофель находится в прекрасном состоянии, цветет и, в общем, дает нам большие надежды на урожай. По габитусу растений мы видим, что растение хорошо раскустилось, много продуктивных стеблей, зеленые листья, равномерное цветение по всему полю, как мы видели. То есть сорт реализует себя хорошо. В этом году на многих полях были большие проблемы с сорными растениями. Сорняки отрастали поздно, а бороться, когда картофель начинает вегетировать, уже достаточно сложное мероприятие. На данном поле применяли схему, рекомендованную компанией Сингенты с использованием различных баковых смесей. И если мы посмотрим на междурядье, то есть на края борозд, мы увидим, что сорняков на этом поле, в общем, практически нет, то есть защита была удачной. Это включало в себя досходовую обработку почвенным гербицидом и затем работу по вегетации дробными дозами препарата боксера в баковых смесях с различными препаратами, что обеспечило, с одной стороны, достаточно чистые посадки без каких-либо опасных сорняков, с другой стороны, хорошее состояние картофеля. Потому что гербицидная защита, несмотря на свою кажущуюся мягкость, при применении в стрессовых погодных условиях, очень сильно присаживает картофель и влияет на его урожайность и внешний вид. Вот смотрите, что можно сказать. Сорняки на этом поле были даже переросшие, но тем не менее, как мы видим, даже переросшая марь при обработке препаратом боксер, погибшая точка роста, то есть этот сорняк, уже не составит никакой опасности для растений картофеля. Гербицидная защита оказалась эффективной, растения при этом остались выглядеть прекрасно. Ну и надо же посмотреть, что там, собственно говоря, внутри. То есть я предлагаю сейчас выкопать растения и посмотреть, какие наши виды на урожай в этом сезоне. Вот мы выкопали растения, чтобы оценить потенциал урожайности в этом сезоне. Здесь была предпосадочная обработка препаратом «Юниформ» компании «Сингента». В общем, мы этот препарат любим, всегда на него надеемся, что даже в сложных погодных условиях, стрессовых случаях он себя оправдывает. Ну, давайте оценим потенциал сорта. Закладка, как мы видим, около 20 клубней. Для сорта «Королева Анна» прекрасный результат. Еще один немаловажный факт – это выровненность. Посмотрите, пожалуйста, насколько одинаковые клубни под всем кустом. То есть практически нет перепада между мелкой и крупной фракцией. Это один из главных показателей товарности картофеля. Еще один показатель. Начинается уже закладка кожуры, хотя, в принципе, картофель еще достаточно маленький. А это говорит о том, что при уборке будет гораздо меньше повреждений, гораздо меньше поражений болезнями, потому что крепкая кожура – это залог качественного урожая. Ну и такая закладка – это претензия на отличный урожай. Белоснежные корни, чистые столоны, без признаков каких-либо поражений болезнями. Это все, несмотря на сложный год, обеспечивает качественная защита, качественная агротехника и хорошее отношение именно к такой сложной культуре, как картофель. Среди проблем этого года, благодаря жаркой погоде, раннее развитие и массовое развитие колорадского жука. Если в прошлом году картофелеводы столкнулись с нашествием подгрызающей совки, в этом году совка немножко утонула, благодаря майским и июньским дождям. Но вот эта жаркая погода привела к тому, что колорадский жук прекрасно перезимовал, вылупился. И несмотря ни на какую защиту, в середине лета, когда перестают действовать инсектицидные протравители, проявился практически на всех полях Тульской области. Ну вот здесь мы можем видеть развитие личинок на краю поля. Личинки разных возрастов, то есть есть более старшие, есть младшие. На поле присутствует и мага. То есть в этом году вот эта жаркая погода обуславливает то, что понадобится гораздо больше инсектицидных обработок, нежели обычно, для того, чтобы снять и проблему этого вредителя. Здесь на более раннем картофеле мы можем увидеть отражение всех тех проблем, которые были в начале сезона. То есть ранняя посадка, холодная почва, и мы видим физиологические трещины, которые возникают при перепадах погоды, и по ним может развиваться резоктаниоз. Мы видим неравномерную закладку по сравнению с прошлым растением. То есть присутствует как мелкая фракция, так и клубни крупной фракции. То есть уже будут проблемы при уборке. Мы видим уже образование парши на клубнях, что свидетельствует тоже о жаркой, сухой погоде и как бы недостаточные условия защиты. И вот эта форма клубней тоже нам говорит о том, что погода стояла жаркая, условия неблагоприятные, а защита, в общем-то, была недостаточной.